Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. Всем здравствуйте, привет! Так, смотрите, есть студенты в зале, в Хоботе. Хорошо. Тоже отучился в Хоботе. Так, смотрите, я завидую людям, которые учатся в универах или отучились в универе. Потому что я учился в агротехническом колледже города Атбасар. Просто в ваших учебных заведениях сто процентов было лучше, чем в моем. Потому что у вас сто процентов был туалет не на улице. Просто у меня есть подруга, она учится в Яну, и она недавно мне говорит, блин, Яну вообще помойка. Там окна выходят на Бургер Кинг. Я думаю, ну это ж классно. Если я был бы учителем в Яну, я бы так мотивировал студентов. Я бы на парах говорил, будете хреново учиться, вон там будете работать. И все, они смотрят в окно, там их бывшие одногруппники стоят на кассе. Что я учился в агротехническом колледже города Атбасар, и у нас окна выходили на кладбище. Поэтому охренительно учились все. У нас было три вида оценок. Это хорошо, удовлетворительно и царствие тебе небесное. Хреново учился в нашей Шараге, дальше там жизни тебе не видать. Ты не подготовлен к жизни. Серьезно, я учился не в колледже, я реально учился в Шараге. Смотрите, Шарага — это такое учебное заведение, где вторая обувь — это помытая первая. Но как помытая, просто по траве походил, и можешь заходить. Я еще вспомнил, что у нас колледж, колледжом называл только директор. Он потом сдался, когда у него на линейке сигареты стрельнули. Мои одногруппницы. И он такой, нет, это Шарага, сто процентов. Учился в Шараге. Шарага — это, знаете, такое учебное заведение, где на перемене по-любому кто-то пиздится. Я там когда учился, я думал, что студенты думают, что звонок — это гонка. Что, знаете, в Шараге у нас туалет была курилкой. Например, туалет — курилка. В Шараге, в любой Шараге, туалет — это курилка. Потому что, ну, я как-то раз пописать зашел, мне сказали, э, ты что тут слышишь? Мы же курим. Мне же стыдно стало. Там у нас учились в основном колхозники, там жесткие колхозники. Понимаете? Чтобы вы понимали, вот я из Адбасара считался городским. Я ни разу за три года обучения там не услышал слова «городской» без приставки. Такое учебное заведение. Я учился на повара. Ну, я поступил на повара, потому что у меня в школе были проблемы с девушками. Я подумал, я сейчас поступлю на повара, в группе будет много девчонок, и я по-любому кого-нибудь чпокнул. В итоге, бля, боялся, чтобы не чпокнули меня, понимаете? Бля, у меня были такие одногруппницы, бля. Там, ну, были прям, ну, сельские бабы, понимаете? Огромные сельские бабы, понимаете? С ними сексом занимались только самые слабые, понимаете? Те, кто нет, не могу сказать. Огромные сельские бабы. Я думал, что они у себя в селах, коров не дой, а там вот так вот нахрен выжимают. У меня еще одногруппница была, ее звали Дашка. У нее не было переднего зуба. У нее была кличка Сквозняк. И мне все три года там, когда я учился, было интересно, как она потеряла свой зуб. Но на третьем курсе я решился подойти и спросить. Я прям взял свою волю в кулак, в другую вилы. Короче, подхожу, спрашиваю. Дашка, как ты зуб потеряла? И она такая, как-то раз мы с батей валили порося. Короче, поросенок ударил ей копытом в зуб, он вылетел. Вот такая вот история. Не знаю, как для вас, но лично для меня это лучшая реклама халяль-продуктов. Еще раз помнил, что у нас на третьем курсе в группе было людей больше, чем на первом. Потому что на втором все, бля, беременные ходили. Я даже заволновался, когда меня подташнивать начало. Я, наверное, подумал, что это эпидемия какая-то тут. Еще у меня были одногруппники. У меня был пацанчик-одногруппник, его звали Серега. Был классный пацан, но сначала сидел за второй партой, а потом за хулиганство. Ну, в общем, единственным светлым пятном, а пятен в моей шараге было дохренище, это был поварской конкурс, на который мы ездили. Об этом и будет история. Можно похлопать. Спасибо. Смотрите. В общем, поварской конкурс. На таком конкурсе нужно было показать все свои поварские умения, но вначале нужно было сделать какую-то шоу-программу. Типа на сцене, либо стишок какой-то рассказать, либо песню спеть. В общем, что-то нужно было сделать. И вышел директор на линейке и сказал, короче, прям короче сказал. Он такой говорит, короче, если у кого-то есть какой-то талант, если вы хоть что-то умеете, приходите в 202 кабинет, что-нибудь с вами придумаем. Короче, сидим втроем в 202 кабинете. Талант и пиздец. Там кто-то фокусы показывает, кто-то фаер-шоу, блядь, кто-то подмышкой пердеть умеет. Правда, мы потом Дашке сказали, что все так умеют. Стали столько фокуса и фаер-шоу. Фокусами занимался я, фокусами занимался я. Я на тот момент лет 5 этим занимался профессионально, показывал фокусы. А фаер-шоу занимался мой друг. И мы решили придумать с ним очень классную программу. Вначале мой друг на сцене крутит огненные цепи. Потом выхожу я с бумажной розой в руках. Я, короче, отпускаю бумажную розу. Она начинает левитировать. Потом я ее поджигаю и из огня достаю настоящую. Я не хотел рассказывать эту историю, потому что приходится говорить секрет фокуса. Ну, чтобы вы понимали, роза, она, ну, как бы, ну, нихуя не левитирует. Ну, что, ну, магии, волшебства не существует. Гарри Поттер пиздобал. Не, ну, магии не существует, зато существует такая штука, как невидимые нити. Мы придумали так. Мы, короче, одну часть нитки цепляем к микрофону. Посерединке обвязываем розу. А второй конец нитки я ложу в рот. Что в Адбасаре вообще не приветствуется. Короче, я должен был выйти на сцену. Ну, мы подготовились. Мы решили взять свою стойку, свой микрофон, чтобы я вышел на сцену, ставил микрофон, она начала левитировать. Понятно? Вот. И мы приехали на конкурс и смотрим, а у них на сцене уже стоит стойка. И мы подумали, что будет как-то странно, что если кто-то выбежит на сцену, заберет стойку, убежит за кулисы, вынесет другую стойку, поставить ее на сцену, выйду я и начну левитировать розу. Поэтому мы подумали, что ладно, пусть стойка будет их, а микрофон наш. Короче, все. Наш выход, нас объявили. Музыка играет, я стою за кулисами. В левой руке микрофон, в правой руке роза. Во рту веревка, как долбоеб. Я стою, выходит мой друг под музыку, хуячит огненные цепи. Люди вахуют, потому что поварской, блядь, конкурс. Он хуячит огненные цепи. Тут играет моя музыка, я галантно пиздую на сцену. Сроза в руках. Я подхожу к стойке, начинаю втыкать микрофон, а он не втыкается. Я начинаю втыкать микрофон, а он не втыкается. А музыка как бы уже играет. Нужно левитировать розу. В этот момент мой друг хуячит огненные цепи. Я втыкаю микрофон, он не втыкается. Я смотрю на друга, он видит, что у меня не втыкается микрофон в стойку, и он делает гениальную вещь. Он бросает нахуй огненные цепи на пол, подбегает ко мне, забирает микрофон, начинает его втыкать. А музыка как бы уже играет, уже нужно левитировать розу. А если я сегодня решил левитировать розу, я сегодня буду левитировать розу. Короче, стоит мой друг, втыкает микрофон в стойку, я отпускаю розу, он начинает нихуя не левитировать, она просто колбасит вот так вот, пиздец. Я левитирую. Друг втыкает. Микрофон не втыкается, он устает, и в какой-то определенный момент делает вторую гениальную вещь за вечер. Он говорит, ай да похрен, и вытягивает. Стоит мой друг, держит микрофон, стою я, левитирую розу. Я смотрю на жюри, и они вахуют. Такие, вот это повара. Потом я поджигаю бумажную розу, достаю настоящую, все, занавес. Это прикольная история, да. Самое обидное, что это чертов конкурс, выиграли ебучие КВНчики. Просто вышли миниатюры, показали и ушли. И эта история не о том, как мы проебались. Это история о том, как я проебался. И еще эта история о настоящей дружбе. Настоящий друг никогда не будет стоять в сторонке и смотреть просто так на то, что у тебя что-то не втыкается. Спасибо большое за внимание. Это все.